Мы реально как будто на детский утренник пришли О блядь! Твой кот ёбнутый! Он защищает территорию Весь хозяйка Да хида! Чисто, знаете, Новый год в школе 29-го приглашается Учительница такая Так, каждый привел что-нибудь сладенькое Что, ребята, у нас зашкварная история Поехали Тебе скучно? А может тебе просто хочется Поиграть в различные игры, потому что В пиратки играть уже совсем не вариант? Что ж, тогда покупай игры В элитном магазине цифровых товаров GameTopShop, где каждый товар Продлежит тщательной проверке О надежности самого магазина Даже и сомневаться не следует Десятки тысяч проданных товаров И тысячи положительных отзывов И именно поэтому, и именно тебя Мы ждем на нашем сайте GameTopShop.ru Чат, кто начинает? Говорите Короче, у меня есть история про хуй История про хуй История про хуй История про еблю Какой начальник? У меня примерно то же самое Ну короче, у меня такие истории, что меня Даша домой не впустит Если там будет какая-то девушка фигурировать Это не Даша Иди нахуй, блядь Ой, блядь, Даш, привет Короче, тут Даша в чате, ребята У меня есть история про За страху, братуху А там музыка не играет? Ой, блядь История про продаж История была давным-давно Мне было 12 лет Я поебался В общем, ну знаете Чат, ну вы не знаете точно Секс закончился Ладно, тогда начнем Секс начался Шел он полтора часа Да не так, Романь, ты не умеешь рассказывать истории Сука, я нормально рассказываю истории, блядь Короче, секс закончился Да не с самого интересного Надо подходить А он начинался, блядь Так это приз-история, сука Начинался? Секс закончился Где бы и не было, блядь Так я сказал Секс начался быстро закончился Так, а теперь к самому интересному Да, процесс Как к нему подошло, вообще Ну короче, ну, подхожу я К своей девушке С огромным, блядь, толстым 13-сантиметровым членом ААААЙ consec Я шучу блядь! Сука, вы сначала говорите, рассказываете всё сначала, блядь Девушка, не Даша, заняла банную, а я типа, ну, блядь, стою, думаю. Ну, блять, а чё? А как, ну как помы... Блять, вытереть нахуй надо Зтою думаю-Думаю, нихуя, лучше не придумал, чем В общем, вижу на столе салфетки влажные Ааа, ты про салфетки решил, да? Сказать историю, блядь, которую она не хотела Смотрите, по самым родцам Которую моя подруга одна есть Короче Да, лежат на столе влажные салфетки Ну, какие-то, видимо, ну Из России привезенные, это было в Украине Но салфетки, типа, из России не мои, блядь Это важно? Ага, это важно Русские, блядь Поэтому, блин, у вас Россия Эээ, осуждаем! Это шутка, блядь, это шутка, да Блядь, возьму салфетку, типа, протру член, блядь Я пойду дальше себе, да Чилить, короче, взял, взял салфетку Протираю себе член, думаю, заебись Короче, встаю, встаю, типа, жду, там, пока Выйдет здесь в ванной И начинаю что-то мне освежать А я, знаешь, по головке, нахуй, я полон себе головку, блядь Вытер, все, ну Влажный, влажный У тебя хуй щипало, правильно? В смысле? Я так всегда делал Короче, короче, не, салфетки пишутся обычные Обычные салфетки, типа, вся хуйня Антибактериальные салои вверх Нет, 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 обычные Обычные, обычные, короче, начинает Мне освежать хуй, блядь Короче, начинает мне освежать член, знаешь, думаю О, нихуя себе прикольные салфетки, такой ветерок, блядь Дует, такой, а потом, как начинает Печь, блядь, ну, короче, сжечь просто Я такой, я так и сказал, что А, блядь, я такой, блядь, у меня просто Слезы уже на глаза наворачиваются, я жду, пока Даша из душа Выйдет, она такая выходит, и я такой, стыд Она такая, что случилось Я не знаю Она, типа, смотрит Ты мне член прикусила, блядь Не, она такая Ты скажешь, что это не Даша была Да это завали ебалу уже нахуй Короче, а, на вы что мне можешь рассказывать Короче, а, он, типа, с какой-то девушкой поебался И Даша такая, блядь Даша какая-то суша такая, блядь Блядь, не касает провод это, блядь Сэм! Возьми его нахуй И короче, и короче Так жжет, у меня реально, у меня уже слезы идут А Даша такая выходит Я говорю, Даша, у меня пиздец, блядь Она смотрит на эти салфетки, типа, говорит А, ну, я когда в Россию уезжала Мне папа туда спирта, блядь, подлил Чтобы они были как антисептиком, блядь Жестко! Это вообще просто пиздец Жестко! У меня, у меня У меня теперь, если вы понимали У меня теперь фобия салфеток Я, типа, хочу взять салфетки, ну, там, после дрочки Или что-то такое, я, блядь, иду под свет Читаю, блядь, весь состав, нахуй, нет ли там ничего такого А потом уже, блядь, с аккуратностью, нахуй, могу вытереть только Кто влажными салфетками протирает член Нет, сначала сухими, вы не понимаете, как делать Сначала сухими, потом влажными А зачем? А почему нельзя мыться? А если ванна занята? Бактейрии, блядь! Я сказал, что ванна была занята Мне, блядь, надо, чтобы у меня к члену, блядь, все присохло Конечно, потом я пошел, помылся, блядь Позавчера Я иду в веопарк Вот, я там, короче, могу что-то купить Я прихожу у тебя все запить Я зашла в аптеку, покупаю бальзам для губ И ко мне подходит сзади чувак Просто, типа, просто подходит, смотрит на меня сбоку Я не я И кричит, типа, да, бро, это она Я такая на похуях, типа, игнорирую Покупаю этот бальзам, выхожу, иду к лифту И в лифт они заходят, типа, два чувака Взрослые, одному или два Он сказал, бро или зай? Зай, бро Он бро сказал или зай? Это важно Ничего, бро, провожай Короче, вот Мы заходим в лифт, и там два пацана Да он просто лижется Короче, я стою с этими двумя чуваками в лифте Мне нужно было на третий этаж Я нажала на третий, они зачем-то, не знаю какой причины Нажали на все три этажа Типа, на первый, на второй, я такая, окей, типа, стою На три, на первый, на второй На третий я нажала, а они нажали на первый, на второй Я думаю, может они раздельно, ладно, но хотя они вроде друзья Вот, и типа, ко мне вот ходит чел, типа, говорит Привет, зай Прям так, говорит, привет, зай Вот ты ему такая, привет, бро Я говорю, типа, хай Он, короче, бро, привет Он меня, короче, берет за куртку, вот так дергает Просто вот так, по бочине Я и такая думаю Раздевай, ты начинаешь ебать, вот эта история Он реально мне сказал, типа, привет, зай В итоге он начал мне говорить очень пошлые вещи Я не знаю, зачем, я не знаю, зачем, типа, мне стало пиздец страшно Лифт останавливается сначала на втором этаже, а мы были на первом Он останавливается на втором этаже Мне пиздец страшно, но я решил проехать до первого Типа, он останавливается на втором этаже, короче Я, типа, хочу выйти, чувак мне не дает выйти Он просто, типа, руку там поставил, он не дает мне выйти Я, короче, беру, сажусь на корточке, пробегаю быстро и убегаю И лифт закрывается, вот такая вот история, блять Ну, короче, он мне вкратце, он мне говорил, потому что он очень сильно меня выебать он смотрит мои стримы он говорил это в лифте? да мы были в лифте втроем это очень страшно яви меня пожалуйста я шла в зал и по счастливой случайности я убегаю из лифта он закрывается и мой тренер идет в зал чок нахуй а эти пацаны такие в м лифте остались ну что время терять чтооо я такая думала чтооо это страшно Тюдор сказал историю что за ним шел человек за мной у меня такая история была очень долго я возвращался с компьютерной академии за мной чел идет я начинаю бежать и он за мной бежит он уже меня догоняет бро заят а ты уже нагнулся а я в наушниках а я в наушниках шел я просто себе накрутил потому что это зима у меня была уже наверное шесть типа и ночь типа я убегаю от него убегаю он меня догоняет я думаю все мне пизда блять что такое период темный волевой он такой ты долбоеб у меня была короче история я как то я в школе занималась индивидуально танцами одна с тренером и обычно это было вечером одна с тренером и Сережа мне было наверное лет восемь ну это прям четвертый третий класс где-то так я как обычно одна и все параллельно какие то тоже проводились занятия и я как обычно позанималась и думаю ну все пойду в раздевалку а потом в душ вот пошла сначала в раздевалку что-то взяла там полотенце там одежду ну и как всегда знаете там кабинки были вот такие вот открытые типа знаете вот буквально только вот как душевые как цикуйни стояли и все и никаких перегородок не было там такой вообще большой душ был я так обхожу и на последнюю прям в угол иду моюсь моюсь все нормально и заходит и там видимо окончился игра игра баскетболистов и заходят баскетболисты и когда на сцене с порог ты знаешь одна сидит и там и заходит просто орава баскетбол все голые нахуй все заходят просто в девятером или сколько их там было 7 просто в месяц я говорю лет 7 было сейчас мы определимся чат сколько людей на одном поле играет баскетбол скажите мы точно определим сколько их было и вот короче все заходят они меня не видят или не понимают что я мальчик блять или что ну потому что я задом стояла и все я короче моюсь они заходят я такая думаю поворачиваюсь и они уже все моются вот эти 9 я такой выхожу я просто молча вот так закрываю рот вот так вот открыть рот он тоже и вот так вот просто и выхожу у меня там титик то не было особо я просто выхожу а я боялась что то сказать и я просто выхожу вот так это была травма какая да 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 травма хуй увидела 7 лет блять да да а сюда я уже я мелкая была я очень мелкая была давай так мелкая тебе было 18 лет правильно? да не один хуй 9 да уточнение уточнение баскетбол играется 5 на 5 но их было 10 это старшеклассники еще были ну потом они конечно выпустились типа это 10-11 класс были а они выпустились я уже их не помню даже вообще но это было давно они тебя зато помнили это они тогда принесли а я просто да я просто вот так вот молча я боялась что то сказать я просто вышла ну ладно и все я вот как забыла как страшный сон просто я бы наверное стояла там пока они все не вышли блять я бы не додумала у меня просто волосы длинные очень были и они наверно 100% поняли что я девочка блять зато ты почувствовала себя на месте мулан блять что это порно история какая то? блять дисней мультик я пока что вспомнила ну вспомнила такую историю с детства ну а в чате пишут в чате пишут так это ты была оказывается хахахахаха хахахахахаха хахахахахахаха А этот дед заходит ко мне, блядь. Ну, 12, наверное, 13. Это очень стрёмно, вообще. А ты что-то делал? Да, он вошёл в другую кабинку, блядь. Блядь, ну, историю про армию, ну, я могу рассказать. Мой парень ушёл в армию, сначала он служил, блядь, в Подмосковье. Саша, это ты был? Я приехала к нему, блядь. Дождалась? Ну, там через два месяца, по-моему, разрешили. Там же есть, как это, УВАУ, как называется в армии? Ай, вы, блядь, не шарите. УВАУ, увольнение. Да. Я откосил по дурке, мне зайдут. А, нет, стоп, УВАУ это когда домой отправляют. Ну да. А этот, короче, просто вышел, типа, просто... На КПП. Да, на КПП. Ну и всё, и встретили, типа, увиделись, и чё-то как-то... Я говорю, типа, пошли, и по-быстрому, типа, в туалет сходим вдвоём. Тонно. Ну и всё. И всё, блядь, поебались. Пописали и вышли. Блядь, две секунды ровно длился секс. Две секунды. Две секунды. Ну да, ну прикинь, чела, типа, два месяца не было, вообще ничего. Блядь, даже если драчу скажет день, дёрну секс. Да ладно, корешу 20 лет, блядь, уже не было. Он как-то отдался или просто... Да нет, да мне пофиг, я как-то с пониманием. Ну не две, но может там пять, там шесть. С пониманием такая, с... Понимаю. У меня он вошел и закончил, считай, да? Ну да, да. Понимаю. А ты как? Стоп. А как за две секунды? Что за цепочка, Рома? Он зашел и... Маму подарил. Маму подарил. Да, Бро, конечно. Да, Зай. Да, Зай. Нет, это две секунды, но это реально раз. Типа он вошел? Мало, ну что, блин. Он вошел, чуть-чуть превышел и все. Бум. Блядь, Рома, если бы ты был в армии, ты не врачил и не ебался. Я служил. И был со своей любимой девушкой, которая думала бы каждый день. Алия, сколько лет ты пришел в следующей части? Шестнадцать. Он в шестнадцать лет не трахался, я не трахался в семнадцать лет. Это другое. Это то же самое. Это не то. Вы думаете, они что в армии дрочить не могут? Друг другое. Первый раз у большинства тоже спорвали. Ну, это будет интересно, типа, не знаю. Алия, а он успел высунуть или нет? Успел. Молодец. А откуда тогда пошло, подъехал новый нян? Все, блядь. Тожи в жопу. Короче, история про то, про первый секс. А первый секс часто неудачный пиздец. Чат, вот вам это только предстоит. Пожалуйста, не налажайте нахуй, как налажал я. Да, в общем, я всю жизнь, типа, дрочу, дрочу. В общем и целом надо говорить. В общем и целом. Я всю жизнь дрочу. И такой... Да, я тебе покладываю. Это из разряда, знаешь? Я всю жизнь дрочу, блядь. Нет, ну типа, знаешь, там, не знаю, с тринадцать лет похуй. Дрочишь, там, я всегда баню дрочил. Дрочу и думаю, блядь, я никогда не лишусь девственности. Вот как, сука, подойти к девушке? Ну, я, типа, всегда был за дротом. Типа, это очень странно. Ну, понимаешь, да? Типа, девушка вся в меня. Почему было? Короче. Ай, блядь. В общем и целом. Случилось так, что я начал общаться в ИРЛ со своей знакомой. Что ты, блядь? Мы пошли там погуляли, потом пошли в кинотеатр, вся хуйня. В итоге начались... Ну, вот эта залупа началась. Такая залупа. Ну, залупа, ну, отношения. Я не знаю, мы просто жесты им показывали. Залупа. Да. Равно отношения. Ну, отношения, понимаешь? Начались отношения. А потом вот так. Проходит несколько недель. Я уже, типа, понимаю то, что, блядь, кажется, у меня будет секс в жизни. А я думал, типа, не будет вообще, либо будет там лет в сорок, нахуй. Просто какой-нибудь... Ой, не буду говорить. Вот. И, короче, это было какое-то день, я не помню. То ли какой-то выпускной был, то ли ещё какая-то хуйня была. Но я уже не учился. Да. Приходим ко мне, значит, как обычно. Ну, я понимаю, типа, уже, знаешь... Как обычно первый секс? Как обычно? Ну, нет. Как обычно приходим. Посмотреть фильм, вся хуйня. Я специально, чтобы мы ко мне приходили, я специально купил колонки, чтобы смотреть фильмы. Под брелогом, типа, ой, пойдём, зачем тут гуляем? Пошли ко мне фильм посмотрим, вся хуйня. Она не выкупила? Да, блядь. Да она сама хотела трахать. Да нет, ты слышишь, они как обычно, типа, он десять раз её уже приводил посмотреть фильм, блядь, в надежде поебаться, и никак не получалось, да? Да. Ну да, так и было. Ну, короче, пришли, и я понимаю, что что-то начинается, ну, типа, там, ну, засос и вся вот эта хуйня, то есть, ну, максимально горячая, ну, страсть, блядь, начинается. А я, поскольку это был первый раз, я пиздец как волновался, я настолько волновался, что у меня всё нахуй дрожало. В итоге, у меня стоит хуй, я понимаю, всё, сейчас будет секс. Ты хуй дрожал тоже или нет? Хуй тоже дрожал, но стоял нормально, ну, стоял, ну, реально, ну, нормально стоял хуй, как будто, ну, как будто дрожишь. В итоге, там, приюди, там, поцелуи, вся вот эта злупа. И она, короче, начинает раздеваться. Я такой, блядь, да ну нахуй, секс с девушкой сейчас будет пиздец. И дай угадай, твоя проблема в том, что ты это вслух начал говорить. Вот так. В общем и целом, блядь, она раздевается и говорит, типа, давай раком. Я такой, да ну нахуй. Я такой, ну, ну, типа, ну давай, блядь. В итоге, типа, она разделась. И ты ты всё же раком начинаешь её ебать. Короче, я встаю сзади, сзади. И такой, ой, я уже кончил. И я пони... нет. И я понимаю то, что я не могу войти, потому что у меня из-за волнения хуй просто упал. Понимаешь ощущение, когда тебя девушка не видит? Она стоит раком. И тебя девушка не видит. А ты стоишь сзади, ты смотришь на свой бой, типа, на жопу и такой, блядь, да что за нахуй, что делать теперь, что говорить, блядь. Я такой, блядь, я чё-то... Кажется, меня мой подвёл, или чё-то такое. Я сказал тебе, я переволновался. Это было самое крыжовое. А у неё это первый раз был? Да, это был первый раз. И у неё. У неё нет. Вот. И я слился. Она такая, знаешь, она поддержала. Она такая, ну ладно, в следующий раз. Я такой, нет, пизду, блядь, надо расставаться. То есть, было такие же истории. Блин, это плохо, но со всеми бывает. Что такого? Да, мне кажется, я тебе сказал. Можно просто поддержать. Всё, каждый раз. Вам, первый раз, вам нужно максимально просто, как-то, расслабиться. Я не так сделал. Если у вас не будет стоять хуй, если хуй упадёт, скажите девушке, чтобы она вам отсосала. Ага. Это поможет. Она просто не догадалась. Только есть такие девушки, которые не сосут. Ой, ой. Если девушка говорит, что он не сосёт, ребят, это не ваш вариант. Он вам не нужен. Пускай, пускай кому-нибудь другому не сосёт, блядь. А если кто-то девушек не сосёт? А? Ой, блядь, ты чё нахуй опять? Так, ну он успокоился. Я его заебал. Бля, у меня есть история про соседа, который... Чат, вы в курсе про историю про соседа? Он злой заебал уже. Ладно, Даша разрешила. Ладно, скажем так, Даша не запретила. Короче, приехали мы в Киев. Вот первый раз, когда с Дашей встречались. Это уже, наверное, через пару дней. Собрали у себя ребят. То есть, апартаменты снимали и собрали у себя ребят. Там злой Артур, который в Монроке. Там должны были подъехать Диана. Сейчас он угорает. Я не знаю, я сейчас угораю. Должны были подъехать. Он радуется развал до сих пор. Подъехать новый нян? Пока что нет, пока что хватит. Не надо. Ой. И, короче, мы гуляем там только пока я, Даша и два Артура. В общем, мы возвращаемся с балкона. Артуры пошли. Вот у нас идет кухня. Закрывается. Ну, там дальше коридор. И к следующей комнате. То есть, кухня и комната вот так стоят. Вот так стоят. И отделяет их одна стена. Ну, короче, мы с Дашей идем. И что-то такое у нас переклинило. Артуры ушли. А мы дверь закрываем кухней. Они в комнате сидели. Да, они ушли в комнату, а мы на кухне остались. Кто там был? Злой есть. Злой и Артуру Монроке, который. Да. Короче, а мы закрываем. Кто Монроке? Да, у меня такой никнейм. Это гениальный человек. Модный приговор. Все, я в ты. Снимай футболку. И, короче, мы двери так закрываем. Там стоит столик такой прям под стенкой. Ну, мы начинаем там целоваться. Целоваться, целоваться, начинаем целоваться. Ты так говоришь, как будто ты смущен. С Артуром? Ты стесняешься слова целоваться? Нет, потому что тут Даша сидит. Заниматься с Артуром Монроке? Нет, Даша. Какой стой? Заниматься любовью. Ну, короче, начинаем мы сосаться. Потом начинаем мы ебаться, короче. И прям на столе там. На это прям? Когда были гости в гости? Пока. Да, были гости. В другую комнату они ушли. У нас там было две больших комнаты. И они, блядь, так получилось, что они ушли в ближнюю комнату. Да и бэти мудак, сука, блядь. Пиздец, у пацанов тёлок нет, а ты просто перед ними травкаешь. Блядь, да. А мы тогда, ну, подвыпили немного, знаете? Ну, мы же не просто так, блядь, короче. Короче, начинаем, ну, минут десять, короче. Где-то, да. Да, попизди, блядь. Чё попизди? Десять минут? Ну, где-то так. Так это мало, блядь, я не знаю. Он так постоянно троллит, блядь. Чего-то много, да? Не. Да он пизд... Блядь, ну давай, рассказывай, десять минут, блядь. У меня член первый секс стал, блядь, нормально. Не переживай. Короче. Потому что Даша отсосала. Да. Да завали ебалом. Давай, рассказывай. Короче, ну, ебёмся, ебёмся. Ну, мы типа подвыпишем немного, не замечаем, видимо. Даша пишет. Две минуты. Сосать! Она пиздит, блядь. Она пиздит, блядь. Она помнит, мне кажется, она не пила как раз. Да, да, да. Она, блядь, она там больше всех тогда пила. А ты пил? Ты пил? Ну, не долго. Ну, немного. Первый раз когда ты пил? Не долго, в смысле ебался. Немного, в смысле... Ну, типа немного пил, короче. Даша больше тогда точно выпил. Короче, перехожу к концу истории. Ну, типа ебёмся, ебёмся, и видимо, ну, типа стол двигается, знаете, об стену стучится. Короче, мы такие думаем, блядь, там же два Артура сидят, может, ну, нахуй, типа. Такая, да, да, все. Ничего не закончили, типа... Я даже слышно. Ничего не закончили, короче. Ушли в комнату. Типа идём-идём, и заходим в комнату. И там два Артура сидят, такие... Жёстко. Соседи чё-то стучать... Стучались... Такие сидят... А я так... Блядь... Они такие... Да, реально, чё-то у вас соседи ебанутые чё-то стучат по стенам, блядь. Блядь, так кринжово. И теперь постоянно подъёбывают меня этим. Погоди, стол... Стол стучит здесь? Стол стучит здесь? Около... Стены, которая со стеной комнаты. То есть вот так, типа, было? Ну, в ту сторону, да. Типа там стена. Нашёл, чем подъёбывал. У меня была такая хуйня, когда, типа, у девушки дома мы трахались. А у неё родители и бабушка дома были. Это было ночью. И, короче, мы... Ну, у неё в комнате. Да. Квартира небольшая. И там слышимость пиздец какая. Ну, мы, типа, такие, ну, давай без стона, блядь, выходим. Ну, как обычно, короче. Ой, блядь, с меня такие истории, я даже не знаю. И... Мы, короче, трахаемся под одеялом. И залетает бабушка, блядь. Под одеяло? Нет, она не увидела. Дверь открывает просто. Знаешь, бабушки, типа, обычно вот так вот нормально залетают. А она вот так вот так вот. Чисто, не знаю, как под стойшку вырвалась. Просто вот так, блядь. И... Ну, а мы под одеялом, она ничего не увидела, блядь. Ну, просто... Ну, как? Ну, я хотела Наташу показать. Ну, там было видно то, что мы, типа, знаешь, ну... Понял? Ну, и бабушка такая, блядь. Наконец-то! А чё она так отрегирила? Она не поняла. Ну, она, типа... Как она отрегирила? Ребята, я... К ним запрыгнула. А можно к вам, ребят? Или вы подумали, что она не поняла? Ребята, я что-то своё заберу. Мне кажется, она поняла. Да, ну... Мне кажется, она выкупила, просто не хотела ставить вас неловкое положение. Да, да, да. Субтитры сделал DimaTorzok